Ребят, коротко вам расскажу, что будет происходить в видосе. Все вы знаете или кто-то еще не знает, кто такие промщицы, разводилы, как-то их экскуматорши или как-то так. В общем, кому как по кайфу, тот так и называет. Кто не знает, это те девушки, которые знакомятся в интернете, типа привет-привет, давай встретимся и потом ведут в заведение. Также они встречаются на улице. В основном их двое. По одному я уже давно их не видел, чтобы они ходили. В основном это двое девушек. И многие считают, что мужики сами виноваты, но я так не считаю. Потому что знакомиться с девушками, это ничего здесь такого нет. Одно дело, когда мужик коктейлем угостил, а другое дело, когда они специально выискивают. То есть я уже тысячу раз видел, как вот идет, допустим, мужик, и они просто ему встают на его пути. Ой, привет, вот они вдвоем и перегорожатый путь, пойдем туда, мы знаем, где подешевле, туда-сюда. В общем, вот так вот знакомятся. Некоторые мужики на эту херню ведутся, думают, о, ни хера, я старый хер, блядь, а ко мне подошли молоденькие девочки. Да, в основном это молодые, молоденькие девушки. Летом, естественно, они в коротеньких юбочках, в чулочках, там на каблучках, туда-сюда. Но страшные, как, блядь, я не знаю, как мартышки какие-то. Ну и вот так совпало. Будет начало истории, когда едут мужики и думают, что как классно мы подцепели таких девочек молодых. Сейчас мы персик молодой тут-сюда их замутим. Ну и сразу же вы увидите, чем все это заканчивается. Естественно, персик там никто не нюхнул, не потрогал, ничего. Ну и чем все это заканчивается, надеюсь, вам будет интересно. Кому-то это будет полезно. Можете перекинуть это своим друзьям, чтобы они просто не попадались на такую херню. Просто запомните одно. Но когда вам девушка, женщина, говорит, пойдем сюда, вот в это кафе именно, никогда туда не заходите. Скажи, нет, пойдем туда. Вот пойдем туда, пойдем туда, но только не сюда, блядь. И вы увидите, как она быстро отсеется. Возможно, она пойдет с вами, посидит полчаса, но все-таки там лучше пойдем туда. Короче, никогда не ходите туда, потому что это будет развод. Сейчас промщицы будут, вот посмотрите. Либо две девчонки, два мужика, либо один мужик. И две девки. А вон какие-то две кобылы стоят. Нет, это не то. Блядь, куда заехать-то, ебаный, ты врод. Ну, оплата наличными. А вон какие-то выходят. Нет, там какой-то сильно старый. На этот адрес всегда оплата наличными. Ну, чтобы мужики расплачивались. Давайте позвоним им. Нет, все разговоры записываются. Ну, вон, есть один пацан и две девки, блядь. Вы не увидите за машину. Да, я вас слушаю. Да, здравствуйте, такси, а вы поедете? Да, да. Да, минута, мы стоим у выхода, чуть минуту подойдем. А, ну все, хорошо, ага, хорошо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. А, да, их двое, двое, блядь. Блядь. Ой, наивные, сука, блядь. О, что-то слушать, у меня неохота мне, блядь, разговаривать, сейчас что-то объяснять. Ну, сейчас посмотрим разговоры, послушаем их, тупые. Блядь, ну они камеру по-любому запалят. Здравствуйте, только ножки отряхните, пожалуйста. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, только ноги отряхните, пожалуйста. Обязательно. Нет, отряхните, пожалуйста. У меня порог только, двумя, вот так. Надо ножки отряхнуть. Вот так? Да, 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 девушки, да. Вот так? Да, вот так. Здравствуйте. Добрый вечер. Ребят, ну а кто хочет работать на выгодных условиях и в надежном парке, то подключайтесь к моему парку. Также мы открыли парк для автокурьеров. То есть где у вас теперь будут погазоваться все ваши цели, которые до этого не погазовались, бонусы и так далее. То есть она специально создана для курьеров. Ну и в честь дня открытия, так сказать, нового парка мы подняли для вас бонусы. Это за каждого приведенного вами друга мы вам платим 3000 рублей. Также и для таксистов. То есть если раньше до этого составляло 2000, теперь 3000. Автокурьерам, конечно, это проще, потому что вы всегда вместе, вы всегда где-то встречаетесь, там забираете, там забираете. Поэтому если вы пригласили 10 друзей к нам в парк, мы вам за каждого выплачиваем по 3000. Если 10 человек, мы вам выплачиваем 30 тысяч. Согласитесь, это охеренно. Ну и все условия вы видите на своем экране. 2% по всей России, ни больше, ни меньше. Моментальные выплаты, деньги приходят за 5 секунд. Просто это очень большая проблема, люди всегда уточняют, а точно деньги придут сразу, потому что у меня приходят деньги не сразу, день, два, постоянно какие-то проблемы. Ребят, 5 секунд деньги на вашей карте. За каждого друга 3000. Что таксистов, что автокурьеров. Кому интересно, пишите. Все очень элементарно просто, поэтому увеличиваю свой доход на халяву, так сказать. Все, ребят, пишите в WhatsApp, мы вас подключим в течение 5 минут. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 9 минут. Добровство. Кипит. Белорус Белорус. Белорус. Ребят, 2 месяца. Ребят. Ребят, лучше не забудьте пойти. Ссылес Its Keepman, убstream Ребят, не забудьте anymore. Ребят. Ребят. Да, я щас сперлю, не переживай. Маме напиши, что мы едем в бар, что все у нас хорошо. Кого? Мама? Ну, надо сказать маме, что все хорошо. О, понятно. Ну, а что, мама? Ну, а что, переживают. А, ты тоже маму напиши? Я напишу обоим. Хорошо. И также у вас у многих будет сразу вопрос, почему же Янис предупредил первых пассажиров о том, что это промщицы? Ребят, я вам объясняю. Вот когда, вот этот видос, за день, за два, мне попались промщицы с пацанами. Ну, с пацанами, с мужиками, там, лет 30. Ну, короче, пацаны-мужики, вот так вот, можно сказать. И у меня камера разрядилась. Я ее сижу, втыкаю. Ну, вот здесь, сзади провод втыкается, получится. И у меня двери открываются, понимаете? Ну, а тут уже палим напихать этот шнур сюда, блядь. Чтоб всю эту херню вот эту вот вам записать, короче. Ну, и все. И мы когда едем, я пацанам, я у них спрашиваю. Я говорю, вы только познакомились? Ну, у пацанов вот сидел один пацан спереди, один пацан сзади. И две девчонки сидели здесь. На что мне пацаны говорят, а что? Типа, а что, тебе какая разница? Ну, типа, вот такого ответа был. Ну, и после этого естественного ответа, я думаю, да нахер мне это все надо. И это не первая ситуация. Были до этого ситуации, которые так же, ну, и в один видос попал там тогда. У многих мужиков, они как будто у них срабатывает какая-то ревность, короче. Или, типа, ну, это, знаете, типа, вот, блядь, мы такие, сука, два, блядь, блядь, девственника, нахуй нам, блядь, сами бабы подошли, блядь, а ты тут в Грузии, чтобы я с ними не ходил. Вот ты, типа, что, дурак, что ли? Ну, и все. И мне это просто уже как-то надоело. Получается, я тупо очень смотрю перед ними. Понимаете, они надо мной потом хохочут. То есть, я предупреждаю мужиков, а эти мне не верят, получается. А что, типа, тебе какая разница? А эти хихикают. И мне, ну, когда, знаете, раз, два, три такая ситуация уже случилась, мне просто это уже все надоело. Я не знаю. Я респекту всех крестьян, мистин, буддас, это все. Ты пишешь, что мы едем в Маня? Я написал. Окей. Я не религия. Ааа, я люблю. А можно мужику погромче? Нет, кулбек. Мистин, плачу. А мы уже в Маня? Нет. Ладно. Туда? Да. Ну, вам проще здесь выйти туда. А там какая, объясните, какая платочка? Наличка. А у вас есть наличные? У меня? Да не у вас, конечно. У меня тоже есть. У тебя есть наличные с собой? Сколько? 334. Вот, вот. 300 рублей. 334, не 300 рублей. 350. А у вас будет сдача? А у вас будет сдача? А у вас будет сдача? Вот эти мартышки страшные шлюхаются по всем подвалам, по всем улицам, по всем клубам в поиске найти себе мужика, чтобы завести его в клуб и развести на бабки. За такси платят мужики. И эти мартышки, блядь, сидят и переживают, блядь, за эту мелочь. Есть ли у меня мелочь, что подать обратно мужикам? И причем они все такие. Ну, кто смотрит давно, они уже слышали это в других видосах. То есть, эти мартышки всегда переживают за мужиков деньги, блядь, за мелочь. Здорово, я так не хочу писать. 350, 20. Так, сейчас, секундочку. 400. 200, 300, 400, 500. Сейчас еще. Сейчас еще. 600. 700. Правильно посчитать. Нет, 100 рублей ты больше дал, блядь. 750, давай, 650. А, все, да. Все, дорогой, удачи тебе. Взаимно. Давай. Блядь, она сзади, вон стоит, курица, блядь. Вот представьте, какие мартышки, блядь. И они, их деньги, они так переживают, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Любовь до гроба. Блядь, ну они иностранцы. Им тяжело это объяснять. Ой, на руки я взял, господи, ага. Ну это новенькие какие-то. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания, поставьте нам оценку в приложении. Вот сколько вожу? Вот сколько вижу вот этих вот разводил, блядь, ни одной нету нормальной. Все какие-то... Да, я даже говорить не хочу, нахуй. Блядь, страшная, как жизнь моя, нахуй. Ну реально, нормальных девчонок я там не видел, вот реально. Вот посмотрите, родители вот этих вот. Не удивляйтесь потом, если где-то найдут ваших девочек где-то в лесу. Не говорите потом, что она была очень хорошенькая девочка. Она такое не могла делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дверь быстрее открывай! Начинаем ломать! Раз! Два! Лапал лёд! Где же там? Телефон сразу на яме режим и забираем Тогда берёте детей и сюда приходите За что задержаны сторонниками полиции, знаете? Сейчас Похитилось с расчёта открытого денежного средства на сумму 241 тысячу рублей При производстве опустом могут скрываться в любые помещения, если вы... У меня, естественно, здесь телефон, ты больше не увидишь У тебя будет право на один телефонный звонок В Москве мои деньги отправили Но я заплатил хвостам, я их на боху Скажу, бох накажет на них И просто у меня друзья были в Дагестане И течение И у нас Фомир назвает Я Таджуй У меня Фомир и друзья сейчас звонил Говорит, чё ты какой-то кафе Давай я приду, я разберу Я говорю, давай, говорит, девушку, блядь Будет цитно, короче Ай, блядь, сука Потом я заплатил всё Девушку, я говорю, пошли, говорит Нет, я подругу жду Да, она подставная Она вообще Ну да, я ему и роды иду Завтра с этим я разберу, бля, нахуй Эта девушку, я двадцать тысячу Сорок тысячи возьму, эта девушка Сейчас до утра я потерплю Она месяц ещё поработает, там два Её там больше не будет Просто Вот единственное, вот не понимаю Если бы вы сказали, нет у меня денег, я звонить не буду Что? Но, как я знаю, они не трогают Потому что Но у них будут проблемы Если вы напишите заявление Им Я иду, я и говорю Одна хуй Вот это За один кальяне За два талерки Это Которые Стоит Блядь, прожжёв на рожжёв Это Такого сумма Ну да, да Я говорю Да? И всё Даже на это не обращайте внимание У меня был случай У мужика Бутерброд с колбасой Принесли ему Сказали, что он за бутерброд должен 25 тысяч Батон и колбаса Всё Ну то есть Им это Понимаете Им это не важно Здесь суть в другом А почему вы согласились? Почему вы не сказали Нет у меня денег Никому и звонить не буду Ну Испугались Ну просто Я не испугался Просто у меня вот Здесь Нет В этом ничего А сколько их человек было Охранников примерно? Четыр пять А, ну их там много Четыр пять было Они поэтому Если один был Я у меня кинфон даже там немного Ведь я говорю на улицу Вхожу Звоню Они Бля, нихуя от И уезжаешь Думаешь У меня документы Всяли, блядь Сумку оставляю здесь На хуй А где они сказали Надо пойти куда Кредит взять? В каком-то банке А они прямо сказали По адресу куда надо прийти В какой банк? Сразу по телефону можно Золотой корона Ага Сразу по телефону можно Да Они хотели сделать Я говорю, бля Я не тупой Там смело 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 Такого нужно Без смело Никак не сможешь Те кредит Брат А если кредит Я смог Брат Я телефон хороший взял Был А нахуя Они Ну блин Один 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 Просто были случаи Тоже рассказывали Мужики У них знакомые Попадали Ну они конечно Пьяненькие Там тоже А он мне говорит Нет денег Делайте со мной что хотите Мне плевать говорит Но они даже не трогали Они понимают Ну то есть Они же морально на вас давят Типа давай Либо тебе там это Ну я не утверждаю Может все разные Но они никого не трогают Они давят морально Типа давай сюда Либо там это Но когда они видят Что человек вообще Ну плевать им на них Вот стоит их там десять человек Вот он смотрит на них А ему плевать просто на них И тогда они понимают Они его отпускают Потому что Ну Если они его и забьют Допустим Я опять же не утверждаю Он напишет заяву Заява вторая Третья К ним придут разборки То есть А вот эти директора Которые держат эту контору Им разборки с полицией не нужны То есть они Это они в минус идут Пусть они потеряют с вас И возьмут эту двадцатку А не из других возьмут Понимаете Но я опять же Игорю это не надо так Как я сказал Что типа пофигу Но вот рассказывали Случай что они Ничего не могут сделать Мне сейчас Это Кагистан друзья звонил Говорит Давай сейчас Сразу Блин поедем Туда отправим Тебе в документе Все в порядке Полиция все знает Понимаете Все да Они все знают Но понимаете здесь Какая Когда Я считаю вам нужно написать Потому что смотрите Они все это прекрасно знают Да Но Я думаю Сходите Напишите Вот где Рядом с этим Вот где С местом Вот к этому месту Куда Сюда можно Да Вот с этим местом Где вы были Вот там ближайший отдел полиции Вот рядом с этим адресом Не поленитесь Напишите По новостям Вот недавно Передавали Даже барменов Я возил На Рубинштейны Закрыли 8 точек Вот таких вот То есть Закрывает Но надо много заявлений Нет Просто я вот это Друзья я позвал был Без менты Без ничего Разбор так взяли был Мои деньги Обратно И еще от их Зарабатывали они Просто я Перед девушкой Я не хотел Я думал Эта девушка хорошая Нет Нет Это не хорошая девушка И никогда не Никогда И друзьям всем своим скажите Когда к вам подходят девушки В основном они вдвоем По интернету Все И смотрите Они так же подходят на улице Они так же подходят на улице Пойдем познакомимся Туда-сюда Спасибо за поездку Пожалуйста Убедитесь Что вы Не ходите никогда Я каждую ночь вожу Поставьте нам оценку в приложении Давай встречаем Эти и эти И потом Сразу она меня приглашала Что 18 рублей Не надо Все Спасибо Так что расскажите всем своим друзьям Не знакомьтесь Смотрите Просто смотрите Знакомиться с девушкой можно Ну когда девушка Настаивает А пойдем зайдем в это заведение Там То есть сама Ну давайте Мы мужики с вами Да Девушка сама Не будет предлагать Пошли туда Или давай Встречаем сразу Да Да То есть да Это сразу будет развод Вот на Думской На Рубинштейна Не подходят Ой пойдем кальянчик покурим У нас там знакомые Эти как его Коктейльчики Дешевые И все Каждую ночь Вот каждую ночь Я кого-то вожу Спасибо брат Пожалуйста Счастливо вам Не поленитесь Напишите заявление Все До свидания Всего доброго До свидания